Друзья, пришло время нашему уроку. Ну и как всегда, вначале мы держим небольшую паузу, чтобы убедиться в том, что интернет-соединение работает. В эту неделю мы читаем главу Китиса. Это третья из четырех недель, вот тех самых недель, которые предшествуют месяцу Ниссан. Вот, нормальное, подключение к интернету нормальное. И вот мы сейчас начинаем. И, наверное, должны появиться какие-то люди. Итак, это третья из четырех выделенных суббот. Она имеет определенное название, называется Шаббат Пара. Пара – это корова. И мы будем читать определенную автору, связанную с Пара Адума, с красной коровой, пепел, который очищает от ритуальной нечистоты. Итак, да, глава Китиса. Глава богатая всевозможными сюжетами. Естественно, можно выбрать там какой-нибудь подходящий для урока. Тут и грех золотого тельца, и соответствующее прощение, которое потом муше вымарит. И самое главное, что Всевышний ему дает 13 имен или принципов милосердия, очень важных. И поэтому евреев число 13 – оно счастливое число, в отличие от многих других народов. Но я вот о чем хотел с вами поговорить. Значит, да, это особая неделя, и в эту неделю читается особая автора. Вот слово сказал автора. Гавтора. Гавтора – это отрывок из пророков, которые читают каждую субботу после того, как заканчивается чтение недельной главы, читается отрывок из какого-то пророка, подобранного специально. Эта традиция возникла достаточно давно, в эпоху селевкидов. То есть мы говорим об эпохе до восстания Хасманеев. Собственно, это вот второй, первый век, второй век до нашей эры, когда было запрещено нам чтение Тары, и тогда наши мудрецы велят нам читать отрывки из пророков. Запрета на это не было. И вот эта вот традиция остается в дальнейшем. Автора в переводе на русский язык – это финал, заключение, подпись, печать, можно сказать, чтение. Итак, вот о чем я хочу с вами поговорить. Всегда автора можно следить. Подбирается соответственно содержанию отрывка. Вот до сих пор никого нет. Это хороший признак, никого нет. Все на работе, никто не отвлекается. Но только вот я не знаю, насколько все хорошо слышно и видно. Но я, по крайней мере, продолжу. Автора подбираются соответственно тому, как вот по содержанию отрывка. И есть специальный автородок, например, как вот это, когда мы читаем про красную корову, и там соответственно ей автора. Обычно автора вот к этой недельной главе, к главе Китиса, она берется из книги «Царств». Книги Малахим, Малахим Алиф, «Царство 1», книга «Царство 1», и глава 18-я. Там вот как раз та самая история про Илью Пророка, его противостояние с царем Ахавом. Это очень интересная глава, очень интересный период в истории нашего народа. Мы говорим о том, когда уже царства разделились на северное и южное. Действия происходят в северном царстве. Исраэль правит царь Ахав, и его жена Изавель. Она из Цедона, и она, в общем-то, язычница. Она приглашает в себе огромное количество своих священнослужителей. Они служат Баалу, Баалу, они так и называются, жрецы Баала. И, в общем-то, в стране, имеется в виду в северном царстве, Исраэль по существу процветает, вот поклонение идолам. И наши учителя, наши мудрецы борются с этим. Но, когда власть чего-то хочет, мы же знаем, то она этого добьется. И вот в стране возникает засуха. Народ бедствует, голод и не знает, что делать. И вот тогда Ахав велит каким-то образом отыскать Илью Пророка. У него достаточно тяжелое отношение. Вернее, даже не у него, а его жены Изабель. С Ильяу Ановией, Ильей Пророком, достаточно тяжелое отношение. Илья был человеком непростым. Всю правду говорил в лицо, и поэтому мало кто его любил. И, в общем-то, эта встреча заканчивается тем, что между царем Ахавом и Ильей Пророком, что Илья вызывает на соревнования служителей Баала. Служители Баала вызывают это соревнование, как известно, происходило на горе Кармель. Там были установлены два жертвенника. С одной стороны, служители Баала, с другой стороны, Илья Пророк. И вот Илья заявил, что вот чья жертва будет принята Всевышним небесами, вот тот и истин, тот и есть глашатой истины. Два жертвенника, два тельца, слуги Баала, Илья Уанавир, Илья Пророк. Короче говоря, когда вы прочитаете эту автору, вы увидите, что Всевышний принял жертву Ильи. И после этого, там, жуткая история, Илья, собственноручно, убивает всех этих пророков и вынужден спасаться бегством, потому что, естественно, Изавель, царица Изавель, ему этого не простит. И она даже дала клятву, что вот так же, как и он поступил с ее пророками, с ее учителями, с ее священнослужителями, так же она поступит с ним. И поэтому он вынужден был бежать. Он бежал в пустыню за Бершеву и прибегает к горе Хорев. Гора Хорев – это та же самая гора Синай, и там он прячется в пещере, и там он, собственно, ищет смерти, но смерти он не может наложить на себя руки, он не может кончить самоубийством, запрещено. Поэтому он просит, чтобы Всевышний дал ему это успокоение, но Всевышний ему не дает этого успокоения. Мало того, он его выводит наружу, и там происходит нечто невероятное. Там сначала невероятно сильный ветер, ураган, горы сотрясаются, и сказано, что в этом ветре нет Бога. Потом земля начинает трястись, землетрясение, и дальше, говорится, и в этом нет Бога. Дальше огонь какой-то проносится над землей, и в огне нет Бога. И дальше возникает, написано, тонкий голос тишины. И вот в тонком голосе тишины, это совершенно невероятный образ, тонкий голос тишины. Как звучит тишина? Какой голос есть у тишины? Вот именно в этом, собственно, и был Всевышний. И вот тогда возникает вот этот диалог между Всевышним и Ильей, и Всевышний дает ему указания, что он должен делать дальше, кто ему будет наследовать и так далее. Ну, мы знаем, что Илья был взят живым на небо. Один из немногих, кто оказался живым на небо. И я думаю, что это не награда, я думаю, что это наказание. И ему велено являться на каждую церемонию обрезания бритмилы. И даже есть кресло большое, огромное, кресло Ильи Пророка, которое всегда выставляется там, где делается это обрезание. И в синагогах можно увидеть такое огромное кресло, на котором, конечно, никто не сидит. Оно для Ильи Пророка специально поставлено. На какое-то время туда кладут младенца перед обрезанием, как бы он попадает в руки самого Ильи Пророка. И потом, значит, происходит момент обрезания. И пророк Илья должен присутствовать там. И сказано у Пророка Малахи, сказано, что в конце, в самом конце, перед тем, как должен прийти Машиах, придет Пророк Илья, и он возвратит, написано, возвратит сердца сынов к сердцам отцов и сердца отцов к сердцам сынов. То есть, вот в самом конце, перед тем, как придет Машиах, известие об этом, конечно, принесет Илья Уанови, Илья Пророк. Поэтому есть так называемый пятый бокал вина в ночь пасхального седора, который наливается, и открывается дверь специально. Никто не пьет из этого стакана, дверь открыта, и это вот называется стакан для Ильи Пророка. Стакан вина для Ильи Пророка для будущего. Так вот, вопрос. Почему именно эта автора сопряжена с нашей недельной главой Китиса? В нашей недельной главе рассказ о Муше. Причем очень много параллелей есть между тем, что говорится в истории о Пророке Илье и о Пророке Муше. Муше тоже Пророк. И не просто Пророк, он отец всех Пророков. Он первый из Пророков, сказано так. Смотрите, как интересно. И тот, и другой связаны с грехом народа. В частности, Муше – это история греха Золотого Тельца. Ильяву – это история поклонения Баалу. И там, и там язычество. И там, и там место происудействия – это гора Хорев, гора Синай. Муше поднимается на 40 дней на гору Синай. И Илья Пророк, он 40 дней и ночей движется к горе Синай после истории о горе Кармель. И тот, и другой вопьет ко Всевышнему с просьбой какой-то. Ну, правда, Муше просит о спасении народа, а Илья, он просит о покое, о том, чтобы Всевышний даровал ему покой. И, наконец, упокоил его душу. Не за народ, он просит. Наоборот, народ в глазах Ильи Пророка на самом-то деле исказил свои пути. Должен быть наказан. И также вот Муше просит явить к Ваташем, то есть величие Всевышнего он хочет видеть. И Всевышний ему говорит, что человек не может видеть величие Всевышнего и остаться в живых. Но, и потому что он проникся как бы вот к Муше, он говорит, что если Муше вот спрячется в расщелине, в пещере, видимо, та же самая пещера, где в свое время будет прятаться Илья, и Всевышний пройдет мимо, закрыв вот эту вот расщельину. А потом, куда он пройдет, Муше выйдет и увидит затылок Всевышнего. Не лицо, а затылок. Тоже интересно, да, что такое затылок, что такое лицо. Сзади, Раша объясняет, там, где находится узел Тфилин, вот это место будет видно, Муше. То есть очень много совпадений, очень много параллелей между Муше и Ильей Пророком. Но есть еще одно очень интересное совпадение, так скажем, совпадение. Вот какие-то люди уже присоединились к нам. Ну, всем, кто нас слушает, здравствуйте. Разве не Пара Адума читает автору? Да, да, Пара Адума. Я ведь сказал вначале, что обыкновенно читается вот в эту субботу Пара Адума, потому что это вот третья суббота и своя вторая. Обычно, когда бывает так, что не Пара Адума, бывает, что есть разрыв, есть то, что называется овсака. И у этой недельной главы есть своя автора, своя специальная автора, которая связана именно с этой недельной главой, и я именно о ней говорю. Я говорю о авторе, который обычно читается в связи с этой недельной главой, и как раз она из книги царств, из первой книги Медраши, главы Раби Леезера. И там есть очень интересный момент. Вот то самое первое состояние у горящего куста, помните, когда Муше увидел горящий куст, и дальше вот начинается дискуссия между Муше и Всевышним. И Всевышний собирается отправить Муше в Египет, а Муше не соглашается. И в конце концов он, Муше, говорит Всевышнему после недельного спора, он ему говорит. Да, ну вот здесь так написано. Царь Вселенной, пошли, пожалуйста, кого-нибудь другого, того, кого ты обычно посылаешь. И он даже здесь уточняет. Беят ото гаиш, то есть вот того самого человека, пошли, которого ты пошлёшь в будущем. О ком идет речь? О ком Муше просит у Всевышнего? Как ни странно, он просит о пророке Илье. Кого ты пошлёшь в будущем? Как сказано у пророка Малахи, сказано, что в будущем он пошлёт именно к народу Израиля, он пошлёт Илья у Ановии, для того, чтобы тот вернул сердца сыновей к сердцам отцов. Значит, Муше просит вместо себя, на самом-то деле, согласно Перкей-де-Раби-Лей-Эзер, просит не какого-нибудь там другого своего брата, как многие считают, вот пошли, ну там он говорит, я косноязычен, ну, надо какого-то другого человека. Он просит послать Илью. Илью пророков. То есть, откуда он знает, ну, он же пророк. Пророки многое знают, им это является, видимо. Поэтому интересно сравнить именно Муше и Илью. Почему Муше просит послать Илья у Ановии? Почему он считает, что Илья у Ановии достоин? Что ему отвечает Всевышний вот в этом отрывке? Он ему отвечает очень интересно. Он говорит так, что «Я не сказал тебе, тебя пошлю к Израилю, но сказал, что я тебя пошлю к Фараону. А того человека, о котором ты говоришь, я в будущем пошлю к Израилю». Как сказано в пророке, вот я посылаю для вас Илью пророка перед тем, как наступит грозный день Всевышнего. Оказывается, Всевышний уже все распределил. Муше он посылает не к народу Израиля, Муше он посылает к Фараону, а к народу Израиля он отправит пророка Илью. Есть какая-то разница? Но давайте в этом разбираться. Когда Муше Робейну увидит, что народ согрешил, народ пляшет вокруг Золотого Тельца, в руках Муше держит скрижали, те самые скрижали, которые начертаны, написано об Эцбе-Лукин, перстом Всевышнего. Ну, понятно, высочайшая святость у этого предмета. Что делает Муше? Муше их разбивает. Вполне понятно, что Муше ясно отдает себе отчет, что он держит в руках. Что эта святость величайшая. Почему же он их разбивает? Почему он себе позволяет эдакое? Сказано, что во всей Торе Муше трижды позволяет себе поступать не так, как ему велит Всевышний. И это как раз один из этих трех раз, когда он по своей инициативе разбивает эти скрижали. Муше прекрасно понимает, как бы он не злился на этих людей, на этот народ, который сейчас пляшет вокруг Золотого Тельца. Муше не до конца понимает, что там происходит. Но Муше любит этот народ. Муше во многом чужой для этого народа, потому что он 60 лет прожил у Мидиан. 60 лет это много. И понятно, что кроме его брата и кроме его сестры вряд ли кто-то помнит о нем. И он чужак для них. И для всего народа это большая сложность относиться по-доброму к Муше, который всякий развергает их в невероятные страдания. В конце концов, можно было бы пересидеть спокойно все эти бедствия в Египте, Мицраем, Египет, наша Родина. Почему он должен куда-то идти? Понятно, куда. Поэтому непростые отношения к Муше. И при всем при том, Муше любит этот народ. И он понимает, что если он донесет эти скрижали к вот этим грешным людям, то эти скрижали их просто уничтожат. Ведь это скрижали, это союз со Всевышним. И когда они берут эти скрижали в руки, они этот союз скрепляют, он становится реальным. И тогда они должны отвечать за то, что они делают. А за то, что они делают, это смерть. И поэтому он разбивает скрижали, он жертвует высочайшую святость, чтобы сохранить жизнь народу. То есть, любовь. Муше двигает чувство любви. Поэтому, смотрите, ведь Муше посылается не к народу. Муше посылается к фараону. И он требует от фараона отпустить народ. Или послать народ, как мы говорили. В отличие от Ильи. Илья также видит, что народ грешен. Но Илья его обвиняет народ. Он его упрекает. Он ему указывает на то, что ты делаешь. Как ты себя ведешь. Он ставит народ в ситуацию выбора. Он говорит, хорошо, ладно. Давайте так. Вот слуги Баала, вот я. Выбирайте. Либо они, либо я. Более того, я вам еще докажу, что все-таки я лучше. И от меня будут приняты жертвы. Не от пророков Баала. Он все это говорит им. Далее, когда он убегает, опять-таки, к горе Хорев, к горе Синаи. Прячется там, в той же пещере, в которой прятался Моисей. Он не просит за народ. Он просит за себя. Более того, когда Всевышний его выводит из этой пещеры, что видит Илья? Он видит жуткие явления. Он видит ураган. Он видит землетрясение. Он видит огонь, несущийся над землей. Вот каким образом, на самом-то деле, Илья желает воздействовать на народ. Запугать, наказать. Но что интересно? Там написано, ни в огне, ни в ветре, ни в землетрясении нет Бога. То есть, то, чем желает наказать Илья Пророк людей, народ, в этом Бога нет. А где он? В тонком голосе тишины. Только там есть Бог. Тонкий голос тишины – это будущее. Я думаю, что Илья Пророк был взят на небо не в качестве награды. То есть, вот вечная жизнь, как многим кажется. На небо тело не должно быть взято. Тело должно уйти в прах. Как сказано, из праха пришел, прах ушел. Только душа должна подниматься на небо, да? А Илья весь был взят на небо, чтобы потом вернуться. И на каждое заключение союза Илья посылается. Он должен быть свидетелем. Тот самый народ, который он хотел наказать огнем, ветром и землетрясением, вот он до сих пор ежедневно заключает союз со Всевышним. Он не отринул этот союз. Он не забыл этот союз. Он его заключает через Бритмилу. И вот ты, Илья, тот самый Илья, который хотел примерно наказать этот народ, ты должен при этом присутствовать. Ну, что интересно, что Моше, любящий народ, посылается к фараону. А Илья, который не очень любит этот народ, посылается именно к этому народу. Видимо, это не случайно. Я думаю, что в каждом из нас есть качество Моше и есть качество Илья Уанави, пророка Ильи. И в том и в другом, в каждом, в каждом евреи есть вот эти качества. Что же это за качество? Ну, мы сказали, что Моше – это качество, прежде всего, качество любви. Потому что именно в нашей недельной главе Моше получает 13 признаков милосердия, посредством которых мы будем все время спасаться. Ведь в самые тяжелые моменты мы именно вот эти 13 признаков произносим, как напоминание Всевышнему о том, что Он обещал нас миловать. 13 его имен, через которые милосердие приходит в этот мир. Как раз в нашей главе они описаны. То есть, Моше – это любовь. А Илья, Илья Уанави – это дин, это суд. Это примерное наказание. Огонь, ветер, землетрясение. Почему и то, и другое качество необходимы? Ну, давайте рассуждать так. Душа должна спуститься и прийти в этот мир. Понятно, что для души этот мир чужой. И Всевышний, видимо, заставляет ее это сделать. Душа несет с собой любовь. И вот эта любовь должна ее... Какая-то другая любовь внизу ее должна встретить. И это любовь Моше. То есть, для меня Моше – это та любовь, с которой внизу на земле я встречаю свою душу. И чтобы она пришла, и чтобы этот приход был для нее не настолько болезненным. И вот это вот качество Моше, очень важное качество – это вот душа входит в этот мир. Она живет в этом мире, и потом она должна уйти из этого мира. И тогда необходимо качество Ильи Пророка. Потому что душа должна очиститься от этого мира, чтобы вернуться обратно. И вот тогда возникает суд. И тогда возникают все эти катаклизмы. Ветры, трясения земли, огненные шквалы. Ужас какой-то. Но иначе душа не очистится. Иначе она не сможет уйти наверх. И вот эти вот два качества, они очень связаны. Они как бы две стороны одной и той же медали. Моше и Илья Уанави. Пророк Илья. Моше – пророк, и Илья – пророк. Моше – первый пророк, Илья – один из последних пророков. И, ну, не один из последних, он после него еще будет, естественно, пророки. Но он гораздо позже, чем Моше. Моше – первый, а Илья – какой-то. И потом сказано, что самым последним все-таки приходит Илья. Илья приходит, чтобы связать души отцов и детей. И я так думаю, что вот Илья должен найти в себе качество Моше. Вот этот тонкий голос тишины, который в конце, в самом конце пророк Илья слышит, это на самом деле качество Моше. Каким образом соединяются души отцов и детей? Через суд, через наказание? Я все-таки думаю, что через любовь. То есть, через то качество, которое называется Моше. Илья, в конце концов, ну, в конце концов, он когда-то же и умрет, ведь освободит его Всевышний от этого обязательства все время живым находиться на небе. И только благодаря тому, что он приведет Моше, и он, проявив качество Моше, соединит души отцов и детей. Вот такая вот трепетная история. История Моше и история пророка Ильи, которые очень-очень, оказывается, связаны. И связаны с той поры, когда, стоя у горящего куста, Моше просил Всевышнего послать вместо себя пророка Илью. Представляете, если бы он его тогда послал, что бы было бы с нами. Нет, конечно, этого не могло быть, но это понятно. Но на секундочку представить. Люди-то не знают того, что должно быть. Всевышний знает, люди не знают. Но вот Моше просил послать Илью. А послал Всевышний именно его Моше. Но, в конце концов, когда-нибудь Илья должен был появиться на этой исторической арене и быть посланным, совершить свою работу. Правда, Илья до сих пор совершает частенько свою работу, и присутствую при каждом заключении союза Бритмиле. Вот об этом я с вами хотел сегодня поговорить. О соответствии, соотношении двух величайших пророков нашего народа, пророки Моше и Ильи Пророки, через эту автору. Я посмотрю, если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Лиля, вы в Гамбурге? Здрасте. Очень рад. Очень рад. Там живет мой брат родной. Так. Ну да, мы уже сказали, что да, действительно, в этот раз будет пора дома. Кто-то позже включился. Такая есть книга «Голос тонкой тишины». Совершенно верно. У Рава Дитика есть такая замечательная книга. Правильно. Я думаю, что... Ну, Аман... Да, Аман – зло, но тоже надо понимать, что Аман – это часть материального мира, это чистый эгоизм. Да, мы говорим, это зло, чистый эгоизм – это зло, но если бы не было бы эгоизма, то и добра бы не было бы. Нельзя уничтожить Амана, пока не придет Машиех. Он должен быть. Ну, ладно, всем привет. Еще раз поздравляю вас с наступающим шаббатом. Шаббат шалом. Ну, берегите себя. Сейчас этот грозный вирус мечется по всей нашей планете. Но, Боизрат Ашем, с Божьей помощью мы и это преодолеем. Всего хорошего. Шаббат шалом.